Всем привет! Меня зовут Александра Киевская, и это мое новое видео. Я вам говорила уже о том, что заняться мне здесь нечем особо, и общаться мне тоже здесь не с кем, потому что никто не говорит на русском, но все-таки я умудрилась найти здесь ребят из Харькова, и еще они ведут свой канал. Ребят, вы не поверите, мы блогеры, которые нашли друг друга в отеле в Турции. То есть это точно не совпадение, и вот именно сегодня мы с ребятами идем в заброшенную гостиницу, но это очень непростая заброшенная гостиница, объясняю почему. Потому что идти до нее очень долго, чем мы сейчас и занимаемся, это во-первых. А во-вторых, когда туда подходишь уже к самой территории, там есть такая небольшая будочка, стоит швакбаум, написано Dangerous Zone, что в переводе на русский означает опасная зона, лежит овчарка, и сидят два мужика. Я предполагаю, что это либо какая-то жесткая охрана Турции, либо это какие-то пограничники, и это вообще какая-то пограничная зона. И чтобы попасть в эту гостиницу, нужно проделывать очень большой путь, возможно, через вот эту гору, либо вон через то море, пройти просто по берегу. Ну вот и все, мы уже почти дошли. Вот мы нашли себе вот такую вот каяку. За один час эта каяка будет стоить нам 10 долларов. Окей, но для меня, можно ли вы получите 5 долларов? Для нее 4 долларов, но для него 10 долларов? Да, очень красиво, спасибо, но это 10 долларов за 1 евро. А ты, падла, жалко тебе, жалко тебе каяку нам дать за 5 долларов за час? Вот такое пузо, вот такая морда, и тебе жалко дать обычную каяку? Ну а на этом я не останавливаюсь, и вы все прекрасно знаете, что мой девиз по жизни – никогда не сдавайся. И я нашла себе нового помощника в этом деле, его зовут Саша, моя тезка, и он сейчас подойдет. А в это время я покажу вам пока два матрасика, которые у нас есть, и есть две пары ласт. А это значит что? Что мы будем переплывать вот эту вот бухту. А это у нас, ребята, Эгейское море. И плыть нам нужно будет до заброшенного отеля от этого места, где я сейчас стою. Ну, чтобы не соврать, где-то километров 6, поэтому пожелайте нам удачи, и я думаю, что это будет весело. Здорово, очки всем, мы сумасшедшие. У тебя очки как у АК-47, ты выкупаешь? Да. Мы решили перед походом сделать одну штуку, очень оригинальную. Давай, делай. Две полоски будет. Вот так. На, твою еду. Обувку? Давай. Толя, пока. Короче, вот так вот мы планируем сейчас добираться до этого отеля. Пожелайте нам хорошего поплыва. Вот сейчас у нас уже наступает самый рискованный момент. Мы должны перебыть вот через вот эту вот гору, точнее кусочек скалы маленькой. И вот там вот находится тот самый пропускной пункт, который вы уже видели. Ну что ж, вот теперь реально пожелайте нам удачи. Я думаю, что у нас все получится и все обойдется. Вон там сверху сейчас на горе это смотровая площадка. И вон за вот тем вот большим-большим камнем находится та самая будка. Дело ближится к разлязке. А вот и он наш маленький заброшенный, твою мать, огромнейший отель. Мой пакетик меня нифига не спас. Вот. А мы как пятница, а Робинзон Круза. Вот там вот у нас плывет пиратский корабль. Можно потусить тут с музычкой. Вылез? Конечно. Да, не капельный вылез. Конечно. А, мы, знаешь, делаем тут матрасы, можем кинуть, просто они в воде тупо будут плавать. Не, ну довольно отлично мы придумали. И ласты туда шерпят. В принципе. Ну и все. Так, еще момент скалолазания. Это никто не отменял. Особенно одной рукой очень классно это делать, когда второй рукой ты снимаешь. Но я восемь лет прожила в Крыму, поэтому мне не привыкать. Давай, Саня! Блин, да вон эта музыка на фоне просто. Это ну типа за что-то с чем-то. Это не вымена, запрошенная, а я не знаю, это снова будет. Сейчас опять будет припев. О! О! Это это, саня, 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 саня. Может быть, есть лестница? Нормально. Ага. Лучше не сутиться, походу. Это нам лестницу надо найти для начала. Нифига себе, там, 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 это, там, живые дома. То же самое, как и у нас, буйки, лежаки. Нифига себе. Саня, ты где? Саня! Где? Саня! 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 Что ты же бояться? Где? Быстрые ноги, не боятся. Так, не боятся. Угу. Прямо, ого, ого. Йо-майо. Да, в Киеве, конечно, языково нет, я согласна. Вон, сигнал тревоги, кстати. Хочу на крышу. Ого. Ну, это ещё не крыша. Это ещё не предел. Ну, предел ещё над нами, и ещё над нами даже есть. Я не могу с этого корабля. Афигенно! Мы, вовремя, мы вылезли на эту заброшку. Вот реально. Я ещё такого не встречала и на моей практике ещё реально не было. Вы знаете это. Уху-ху! Ха-ха-ха! Отлично придумано. Решили покататься на стульях по крыше. У него же ножки чугунные. Что они не х**у не катятся. Надо по лестнице на них спускаться. Жду. Сейчас мы приходим чаёк, там кофеёк. Какой видончик. Оцените. Это последний этаж у нас. Ты уверен? Думаю, да. А, нет. Смотри, смотри. Вот, аккуратно. Ну, мы можем сюда залезть, но я очень сомневаюсь, что она выдержит. Потому что... Вот почему. Не, реально был бы очень крутой отель. Он просто неимоверных реальных размеров. Тут ещё стоят какие-то холодильники из Японии. И... Это... Митсубиши, серьёзно. Хе-хе. Я не шучу. Вот это вот. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Что они решили сделать. Понял? Едешь ты такой, у тебя коляска. Сразу на 90 градусов ты попадаешь вниз. Просто это ненормально. Не бери каку. Это что? Подожди, это клюк. Это чайка? Чайка. Нормальная чайка. Вот глаза, вот клюк. А-а-а-а-а. Саня, вдруг это детонатор какой-то? Не трогай. Саня, не надо, блядь. Это, блядь, переходи. Смотри какой... Нафиг Все сходится, два Саши, два долги Теперь мы решили с Александром пойти покупаться в нашем личном бассейне Мы уже этот отель себе присвоили К вашему вниманию наш бассейн С видом на море Все, будем плыть уже в город Мы все сделали Заброшка классная, мы поплыли Короче, прикиньте, выходим А тут только менты от этих ворот уезжают И да, и мигает